Рынок акций США открыл неделю уверенным ростом. Причем промышленный индекс Dow Jones прибавил вчера почти 2%, или 600 пунктов. Однако лидер текущего цикла роста экономики и фондового рынка – технологичный NASDAQ. Вчера он оказался в отстающих и прибавил лишь около 1%. Неплохие результаты, правда? Мы действительно наблюдаем на рынке США рост аутсайдеров и отставание лидеров. И, как отмечают эксперты, такая ситуация типична для последней фазы роста рынка. И вчерашний рост на биржах США связан, судя по всему, с тем, что первые данные по новому штамму Omicron, которые показывают его невысокую опасность с точки зрения тяжелых форм болезни, а это означает, что уменьшаются риски для потребительского спроса и пассажирского сообщения. На эту позитивную новость индикатор состояния рынка индекс S&P 500 отреагировал вчера ростом на 1,2%. Тем самым он практически отыграл сильное снижение прошлой недели и сегодня, как мы видим на графике, фьючерсы S&P 500 продаются уже по курсу 4592 пункта. Наши эксперты ждут новой волны роста на рынке США, поэтому мы предполагаем, что на сегодняшних торгах цена S&P 500 вполне может сместиться ближе к верхней границе диапазона между уровнями 4560 и 4630 пунктов. Пока рынок США растет, индекс доллара США остается в узком диапазоне и, скорее всего, останется в этом положении еще некоторое время. Сегодня он держится на отметке 96.40 и торговаться он будет в пределах 95.90 и 96.50, так ожидают эксперты. И как мы уже говорили вчера, гринбэк вероятнее всего ждет от нового отчета по инфляции в США в пятницу. И конкретики от Федеральной резервной системы, по крайней мере на слухе о новом ужесточении политики ФРС, индекс доллара пока никак не отреагировал. В частности, сегодня Уолл-стрит Джорнал пишет, что ФРС готовит новый поворот своей политики по сворачиванию программы помощи экономике. В таком случае доллар получит поддержку, а вот на рынке акций этот шаг может сказаться негативно. И новый подъем цен на нефть остановил рост пары американского доллара против канадского доллара. В итоге доллар США ослабел относительно канадца. Сейчас курс пары перешел в состояние диапазона, а ее торговый график движется сейчас в коридоре между уровнями 1,2660 и 1,2800. Однако многое будет зависеть от дальнейшей динамики доллара и нефтяных котировок. В случае роста нефти, которая, к слову, сегодня уже поднялась на 1%, пара продолжит падение. А пока курс доллар-кадзи, как мы видим на графике, находится на отметке 1,2730. Тем временем биткоин немного подорожал, сумев преодолеть такой важный уровень цены в 50 тысяч долларов. Напомним, что недавнее падение рынка криптовалют произошло после нестабильной недели на финансовых рынках, когда мировые акции и доходности талонных облигаций США упали в пятницу 3 декабря. В этот период киты или владельцы большого количества криптовалюты начали переводить свои монеты из кошельков на биржи. Однако говорить об уверенном росте рынка не стоит. В среду 8 декабря руководители восьми крупных криптоплатформ будут давать показания перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США. И это может снизить стоимость биткоина до 50 тысяч. Если ниже этого уровня цена не опустится, то эксперты прогнозируют рост до 55 тысяч. Ну а если заседание пройдет неудачно, то цена может снова опуститься до отметки 47-48 тысяч. Итак, пока на рынке США сохраняется спокойная обстановка, и вполне можно ожидать новую волну роста. Однако если подъем все-таки начнется, то потенциал его роста будет невелик всего лишь до предыдущих максимумов. Если же на фоне высокой инфляции и сильного роста занятости Федеральная резервная система США заявит о более ранних сроках сворачивания программы экономики, рынок акций вынужден будет перейти к коррекции. Причем о сокращении стимулирования экономики, как пишет Wall Street Journal, регулятор может заявить уже на следующей неделе по итогу заседания 15 декабря. Мы же остаемся в курсе событий, не пропускайте наши выпуски и до новых встреч!